Свои команды на огневой рубеж выставили все 14 учебных заведений Ленинского района Бреста. Борьба на четвертом этапе будет нешуточная. Позади остались соревнования по плаванию, пожарно-прикладному спорту и мини-футболу. Поэтому командам необходимо активно набирать заветные баллы. И все же главная цель спартакиады – сделать детский досуг интересным и активным. На данных соревнованиях мы стараемся максимально занять подростков, которые не заняты в летнее время. То есть не занимаются постоянно в каких-то кружках, секциях. Но, тем не менее, подростки с интересом идут. Многие принимают участие во всех видах, во всех семи видах спартакиады, которые проводятся летом. Соревнования по пулевой стрельбе прошли в личном и командном зачете. Каждый из этапов спартакиады «Сделай свой выбор» интересен по-своему и дает возможность каждому из участников проявить свои способности. Я настраиваю себя, я думаю, лучше. Я, ну, некоторые, знаете, бывает, накручивают, у меня не получится. А я просто сажусь, я знаю, что я неплохо это сделаю и просто стреляю. Под чутким руководством наставников некоторые из ребят только постигают азы стрельбы. Для других же соревнований – очередной шаг к исполнению мечты. Пулевая стрельба – это, во-первых, очень интересно, очень увлекательно. Много чего учат. Во-вторых, как бы, да, является в том, что собираюсь поступать военно и пригодится. Воспитывают, во-первых, дисциплину, во-вторых, стрессоустойчивость, не волноваться, стрелять холоднокровно, не думать о проигрыше. Ну и, в общем-то, развивают, как бы, и мышечную, в некоторой степени подготовку физическую, ну и меткость. Спартакеада «Сделай свой выбор» подошла к своему экватору. После пулевой стрельбы командам предстоит еще три этапа. В июле пройдут соревнования по настольному теннису и шахматам. По итогам соревнований по пулевой стрельбе самыми меткими стали команды из 27-й и 32-й школ, разделившие первое место. Финальной же точкой станут состязания по подвижным играм и награждение лучших команд по итогам Спартакеады, которая состоится в августе. Как показывает практика, за все годы, когда проводились эти соревнования, подростки не задерживались за какие-то противоправные поступки. В том интерес, что соревнования они разнообразные, то есть, там, футбол, стрельба, плавание, то есть, различные качества у ребят развиваются, поэтому используем различные виды спорта. Ирина Альшова, Павел Малышов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.